Наша часть основана в 1972 году, то есть в этом году есть полность 42 года. У нас есть небольшая краткая история по пожарной части. Начнем так, с более-менее интересного. В честь Дня защиты детей Вуктыльский гарнизон пожарной охраны познакомил детей со своей повседневной деятельностью. Началось знакомство с музея части, в котором собраны и представлены интересные экспонаты истории пожарного дела. Одежда, парадная, повседневная и боевая, снаряжение, топоры, краги, ремни, пояса, шлемы и подшлемники. Некоторые шлемы можно было даже примерить на себя, что ребята с удовольствием сделали. Экскурсовод, он же пожарный, провел мальчишек по всей части, которая похожа на маленький городок, где есть мастерская, помещение для хранения огнетушителей и противогазов, комната для занятий, гараж для спецмашин и многое другое. Рассказали краткую историю пожарной части и краткую историю пожарной охраны, откуда все начиналось, что все было, как работали, показали работу пожарных, показали технику. У нас прибыл весь гарнизон сегодня, очень большой показ техники был. Затем ребят пригласили посмотреть, как пожарные спасатели совершенствуют свои профессиональные навыки и подготовку. Первое – преодоление стиметровки с полосой препятствий и разматыванием пожарных рукавов. Затем подъем по пожарной лестнице на вышку, имитирующую жилой многоэтажный дом, и эвакуирование пострадавших. Мальчишки с восхищением смотрели, как ловко управляются огнеборцы и спасатели, преодоление препятствий и высоты. Дети отметили для себя, что это достойная профессия, нужно быть смелым и выносливым, иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Понравилось, как машину тушили. И еще мне понравилось в музее, когда сказали о костюмах. Да, мне кажется, что это очень важная профессия. Только специально подготовленные люди могут. Мне понравилось, когда человека спасали с четвертого этажа, когда он падал. Понравилась экскурсия там, где в музее. Хорошо рассказывали. Впечатлили ребят и гидравлические другие специальные инструменты, с помощью которых можно с легкостью перепилить металлические трубы и арматуру, а также помочь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Пожарные спасатели довольно часто проводят подобные учения совместно, для того, чтобы уметь работать в команде, где у каждого своя задача. Одни тушат возгорание, другие эвакуируют людей и оказывают первую медицинскую помощь. А вместе – общее дело. Сегодня мы пригнали всю технику, вообще всей пожарной охраны Уктылского района. Кто-то и Газпромовские подразделения приехали, приехала Ямальская вынизированная часть по тушению пожаров. Приехал аварийно-спасательный отряд Уктыла. Значит, показали технику, показали часть повседневной деятельности пожарных спасателей. Показали некоторые элементы отработки нормативов – спуск по веревкам, самоспасание, развернули модуль спасательный, заимитировали дорожно-транспортные происшествия, спасение пострадавших, показали работу некоторых пожарно-технических вооружений. Значит, развернули так называемый «Куб жизни» – паграмматическое пышково-спасательное устройство, которое применяется при спасении пострадавших с верхних этажей. То есть детям рассказали, чем вообще живет пожарная охрана, спасатели пожарные Уктылского района. По мнению маленьких экскурсантов, знакомство с профессией получилось впечатляющим и интересным. И чтобы в ней работать, нужно многое знать и уметь.